приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы и так созревал наш срок кочаковала полтора месяца вот он такой красотулечка красотулечка вообще такой классный сыр но мне очень нравится но пришло время его продегустировать естественно дорогие друзья поделиться с вами к сожалению нету нет у меня настоящего сыра кочаковала чтобы сравнительный ну как бы провести сравнительный анализ ведь не знаю сейчас посоветую с ларисой как его резать вот так вот разрезаем пополам отставить лезть на стол интересно сейчас отрежу сразу же а как нарезать вы пробовать так теперь сейчас покажу разрез друзья ну и собственно говоря по вкусу по вкусу расскажу что получилось давайте начнем с разреза но посмотрите дорогие друзья на разрезе он вот такой вот совершенно однородная структура так вот он выглядит снаружи и вот так выглядит изнутри ну вот этот кусочек который я отрезал то есть совершенно однородный мы попробуем что у нас получилось самому интересно сейчас попробуем забыл сказать самое главное если вы не смотрели видео о том как мы готовили сыр кочаковала то ссылку на это видео я размещу обязательно в описании этого ролика но это очень важно потому что дегустации мы всегда сыр созреет и мы снимаем дегустации сейчас у нас ну как бы мы для себя завели такое новое правило по возможности мы будем покупать аналогичный сыр производственного приготовления и сравнивать но с кочаковала надо съездить в италию наверно не все так просто поэтому просто попробую его и расскажу настолько настолько вкус классный причем по запаху он не сильно ароматный а вкусовой букет просто сумасшедший и какие-то цветочные и фруктовые нотки немножко орешка есть вкуса ну вообще такой фруктово-ореховый вкус я бы вот так вот его охарактеризовал очень вкусный сыр ну вот кстати он особо ни на что не похож я даже не знаю с чем его можно сравнить реально очень вкусный понятно почему он такой не дешевый интересная структура куда-то хотят разбег разбежаться с рыб мне еще интересно вот это вот завязочку попробовать такая вот как ее складывали эти пожмак они внутри немножко структура определяется ну это завязочка очень жесткая такая сухая но вкус здесь вообще просто во первых она более соленая более ярко выраженный вкус и но в принципе он здесь больше подсох я не знаю почему но вот эта завязочка блин она вообще вкусняще конечно жесткая то есть она такая как как старый сыр по консистенции если это ну как бы сама сама головка она по консистенции но как хороший твердый сыр то вот эта вот завязочка она как старый сыр очень крутой вкус потрясающим друзья с удовольствием представляем вам рецепт отличного сыра кощаковала кстати не очень сложный в изготовлении по большому счету если вы еще не смотрели видео о его изготовлении посмотрите обязательно ссылку я оставлю и собственно говоря можете делать по этому рецепту совершенно смело рецепт годный однозначно если есть какие-то вопросы по приготовлению задавайте их в комментариях на все комментарии мы с ларисой отвечаем обязательно подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые видео дорогие друзья ну собственно говоря хочу себя поздравить с первым кощаковала мне он нравится и желаю вам тоже чтобы у вас получился ставьте пальцы вверх мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока